На этой выставке РУСВЭЛ 2020 мы представляем интересное решение от компании СОУДМАТИК. Это тренажер дополненной реальности для ручной сварки и для роботизированной сварки. Востребовано для колледжей, университетов, также для предприятий, для обучения технологов, специалистов, одновременно как роботам, так и азам сварки. Вам не нужно делать отдельное помещение с газобаллонным оборудованием, вам не нужно покупать сварочный источник, у вас нет токсичных выделений от сварки, вам всего лишь нужно иметь робота и заготовки пластмассовые. Что касается техники безопасности, вот конкретно на такой машине я могу позволить студенту первого курса работать и выполнять уже какие-то, ну, вполне себе производственные операции. Интерфейс работы с оборудованием СОУДМАТИК очень простой. Я думала, что держать фотоаппарат, конечно, легче в руках и нажимать всякие кнопочки, но здесь, кстати, возможно, если потренироваться, гораздо проще станет. Ужас какой! Не сдал! Не сдал! Какая жизнь! Ладно, спасибо! Ну, она такая, сглаживает, скажем так. Ну, приятно, приятно. На самом деле, если бы, допустим, ребят заставил бы варить на нем сначала, да, то есть, ну, я бы сэкономил кучу материала для обучения ребят, которые не работали никогда еще. Шикарно! Да, это без разницы, каким роботом делать. У нас просто дружеские отношения с Фануком. Это уже зависит от надежности, потому что можно использовать вот этот, они достаточно надежные. Немецкие надежные, шведские надежные, швейцарские. Да, у них, во-первых, хорошая техническая поддержка, вы в любой момент им звоните. Вот эти самые ходовые. Запускается дополненная реальность. Происходит роботизированная сварка двух заготовок встык. Соответственно, выставлена скорость, рабочий угол. На роботе все это можно делать дистанционно. Саша, я вижу, траектория идеально, да, отстроена. И угол ты выставил, и скорость. Да, в соответствии технологической карте, прям заканчивается шов у нас. Да, кстати, появился вот у нас итоговид шва сварочного встык, выполненный роботом. Можем увеличить некоторые участки. Видим немножко брызг. Без этого никак, даже в симуляции. 99 из 90. Но практически идеальный результат. Идеальный он был по рабочему углу. Углу перемещения, вылет проволоки немножко подкачал. Скорость сварки тоже у нас идеальная. Ну и траектория практически идеальная. Говорим про те дисциплины, которые действительно связаны с работой с руками. Для получения каких-то первоначальных навыков, понимания, что такое сварка, что такое роботизированная сварка, как это все работает, как это будет происходить в жизни, мне кажется, это просто тоже отличная вещь. Люди, которые это придумали, им просто, не знаю, аплодисменты, поклон. Они молодцы.